Несколько человек задержаны в Москве по подозрению в распространении ложной информации про коронавирус, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на полицию. Ранее президент России рассказал о фейках про новый вирус, которые идут из-за рубежа. Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких бросов понятна – посеять панику среди населения. О том, что в социальных сетях появляются ложные сообщения о количестве людей, которые заразились вирусом в России, и о том, что власти это скрывают, Путину рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что информация распространяется в том числе через родительские группы в мессенджерах, но вся она не соответствует действительности. По официальной информации, сейчас в России шесть случаев заражения. Последний выявлен в Москве у вернувшегося из Италии. Он госпитализирован. У 24 других, которые с ним контактировали, инфекция пока не подтвердилась. При этом врачи высказывают мнение, что назвать точное число заразившихся в стране сейчас вряд ли возможно. Никаких массовых проверок, обследований у нас не проводилось, поэтому сказать, какое число у нас людей заражено именно коронавирусом, мы не знаем. Но мы не можем отличить его по клинике часто от других респираторных вирусных инфекций, да и вообще часто от респираторных инфекций. Поэтому сказать о том, какова распространенность инфекции на сегодняшний день, я считаю, совершенно невозможно. Как каждый полубокс имеет свою систему, вентиляция изолированная. Российские СМИ показывают готовность больниц к приему пациентов с коронавирусом. Вот, например, многопрофильный медицинский центр «Новомосковский», куда в том числе будут госпитализировать заразившихся COVID-19. Маска тут больше для красоты, потому что везде театр безопасности. На фоне всё большего распространения инфекций аптеки России говорят о том, что возникает дефицит масок. Заказать их пока невозможно, у поставщиков этот товар закончился. Спрос слишком высок, поэтому многие компании увеличивают производство. В связи с коронавирусом мы сейчас перевели нашу линию в круглосуточный режим, чем увеличили производство масок вдвое. Власти России запретили вывозить маски из страны, а также халаты, бинты и вату, даже если речь идёт о личном использовании. При этом в Москве на закупку медицинских масок без конкурса потратят больше трёх миллионов долларов. Во Всемирной организации здравоохранения призвали увеличить на 40% производство средств индивидуальной защиты. По словам специалистов, смертность от коронавируса выше, чем от гриппа. Мы не отслеживаем контакты в случае сезонного гриппа, но странам стоит это делать для COVID-19, потому что его можно сдержать. Это предотвратит инфекции, спасёт жизни. COVID-19 распространяется менее агрессивно, чем грипп. Похоже, он не передаётся через людей, которые сами не заболели. При этом он вызывает более серьёзные заболевания, чем грипп. А вакцин или терапии пока нет. Но его возможность сдержать. Можно, конечно, пробовать защищаться от коронавируса народными средствами. Вот в Чечне на ярмарке всех кормят диким чесноком и луком. Но врачи всё же рекомендуют чаще мыть руки, укреплять иммунитет и избегать большого скопления людей.